Здравствуйте, друзья! В нашем с вами распоряжении мультиметры модели UT58. Это модели А, Б, С, Д и Е. Итак, эти мультиметры выполнены вот в таком достаточно крупном корпусе. Корпус мультиметра черный, а вот красная оболочка – это такой пластик эластичный, очень плотно обволакивает корпус прибора. На задней крышке вот такой упор организован для установки на поверхность. На лицевой части прибора находятся две кнопки – кнопка включения и кнопка удержания результатового измерения, вот, и переключатель режимов работы. Также разъемы, тестовые разъемы. Как видите, дисплей у мультиметров достаточно крупный, который позволяет нижней части дисплея указывать, подсказывать пользователю, какие разъемы, какие коннекторы должны быть задействованы при выбранном режиме измерений. В данном случае, как видите, указываются два крайних разъема. Мультиметр оснащен функцией автовыключения. Как видите, некоторые модели уже выключились самостоятельно. Ну, это хорошо, потому что девятивольтовая крона – не такая большая энергетика, чтобы ее расходовать зазре. В принципе, с конструктивом, пожалуй, и все. Перейдем к функционалу и отличия между этими моделями. Итак, начнем, пожалуй, с модели А. Вот она. Какой же функционал? Это измерение переменного и постоянного напряжения в диапазоне переменки до 750, постоянная 1000 вольт. Хороший. Абсолютно диапазон. Ток до 20 ампер как переменка, так и постоянка. Младшая под диапазоны до 2 мили ампер. Видите? До 2 мили ампер. Это переменка. В данном случае цена деления выходит 1 микроампер. Но на постоянке есть еще дополнительный под диапазон до 20 мили ампер, что позволяет получить цену деления 1 сотая микроампер. Далее. Измерение сопротивления. Диапазон расширен до 200 мили ампер. Очень хороший диапазон для мультиметров 200 мили ампер. Естественно, на младшем под диапазоне до 200 ом цена деления 0,1 ом. Также измеряет емкость до 100 микрофарад. Выполняет тестирование. Вот видите, сразу указывает, как я сказал, подсказывает, куда подключать необходимо. Тестирует проводимость, тестирует диоды. Проверка транзисторов. Вот в комплекте идет вот такой переходничек. Вот сюда подключается. Следующая модель, которую мы рассмотрим, это модель B. Она близка по техническим характеристикам, конечно, с UT58A, как и остальные модели. Но есть отличия. Первое. Это внесение функции измерения измерения температуры с помощью вот такой термопары. Термопара в комплекте. Она также работает через вот такой переходничок. Но обратите внимание, что здесь нету под диапазона 20 микро ампер. То есть модель B, она интересна тем пользователям, для которых неважны токи утечки, когда нужно доли микро ампера мерить. Доли микро ампера. Но интересна функция температуры. Обращаю внимание, что здесь также 200 мега Ом. Вот старший предел измерения сопротивления. Он также здесь остался 200 мега Ом. То есть, если нет необходимости в долях микронов, тогда нужно брать, наверное, пожалуй, модель B. Далее. Модель C. Вот она выключилась. Включаем его. Модель C имеет также свои особенности. Ну, во-первых, модель C уже имеет диапазон до 20 Ом. Тогда как А и Б 200 мега Ом, да? То есть, до 20 мега Ом. То есть, меньше. Но добавили еще сюда частоту. Поэтому модель C интересна тем, кому не нужно измерять большие сопротивления выше 20 мега Ом, но будет интересно измерение частоты до 20 кГц. Остальные параметры схожи с моделью B. Также тестирование диодов, транзисторов, проводимости, измерение емкости. Так. Модель D. Вот она-то, конечно, отличается в большей степени, потому что здесь есть такая особенность, как измерение индуктивности, чего нет в моделях А, Б, С, Д и в принципе Е также, которая является старшей моделью. Какова особенность? Первое. Индуктивность, которую я упомянул. Да. Сопротивление также 20 мега Ом максимум, так же, как и в модели C. Но здесь увеличили еще напряжение до 1000 вольт на переменке, тогда как модели А, Б, С до 750. Вот. Что касается тока, тестирования транзисторов, диодов, все осталось неизменным. То есть, модель D интересна тем, кому нужно измерять именно индуктивность. Да. Эта модель еще не меряет температуру, которую меряют модели C и B. Так. Переходим к модели E. Вот она является самой старшей моделью. Это старшинство обусловлено в первую очередь тем, что динамический диапазон здесь больше ровно в 10 раз. То есть, если модели А, Б, С, Д имеют 2000 отсчетов, то есть максимальное число, которое здесь может быть индицировано, да. То есть, это 1999. Ну, еще 0 и добавим, получаем 2000. Да. Здесь 20 тысяч отсчетов. Базовая погрешность в модели А, Б, С, Д 0,5. В модели E 5 соток. То есть, в 10 раз точнее. Что же по функционалу? Здесь нет функции измерения индуктивности, как в D, но в остальном этот мультиметр повторяет функции модели, пожалуй, С. Да. Это измерение частоты, температуры, тестирование транзисторов, емкости. Обращаю внимание, что здесь емкость тестируется до 20 микрофарад. Вот. Диапазоны, например, по измерению тока, они до 2 мили и до 20 мили ампер по постоянке и переменке, соответственно. Но за счет увеличенной разрядности вы не теряете в разрешающей способности. Вот. Напряжение до 1000 вольт. как переменка, так и постоянка. Вот. Ну, естественно, диапазон измерения сопротивления также 200 мегаом, он расширен. 200 мегаом – это достаточно хорошее значение для мультиметра работающего, ну, в общем-то, с низковольтным напряжением, да. Вот такие отличия между моделями серии UT-58.